Всем привет! Всем доброе утро! Начинаем новый влог. Я иду сдавать свои хваленые белвестовские ботинки в ремонт. Ой, причем сразу оба у меня носы там оторвались. Я сейчас покажу, я вот их несу. То есть белвестовская обувь, она очень хорошая и качественная и дорогая. Покупала я их в прошлом году, ой, ну позапрошлом, в 2020 году я их покупала в ноябре. Сейчас январь 2022 года. И они у меня, да, носы эти оторвались. Мне муж клеил-клеил. Надо обувной клей какой-то. В общем, иду сдавать в ремонт. Сейчас я покажу, что произошло с моими хвалеными белвестовскими ботинками. Ну, в общем, показываю. Вот видите, вот это вот. Вот и на втором то же самое. То есть вот такая вот обувь получается, и они оторвались. Нет, чтобы мне все это дома заснять, так я на улице. Ну, не знаю, решила показать, как было. Я очень надеюсь, что мне их починят, потому что я сейчас вот... Ну, у нас достаточно прохладно, я вынуждена носить вот это вот. Как бы, ну, такой вот, не знаю, пальто, плащ, плащ, пуховик, пуховик, да. Но он такой достаточно холодный. Я его очень давно уже не ношу. И сапоги с колготками. Мне холодно, потому что с этими ботинками я одеваю штаны такие теплые, вообще теплые-притеплые. Такие зимние, такие как бы спортивные, широкие на пупухе тоже таком. И вот эту свою белую куртку, она у меня очень теплая. И ботинки. Поэтому сейчас в сапогах, колбойках мне ходить. Прохладные в этом пуховике. В общем, иду. Иду, снимаю, стоят машины, машины. Там сидят какие-то дядьки. И на меня так все смотрят, что я иду с телефоном, с камерой, прямо голова так поворачивается. Ну что здесь такого? Идет человек сам с собой разговаривать с телефоном. Пойду-ка я здесь. Абсолютно нормально в порядке вещей. Но, видно, не для взрослых дядинок. Ладно. В общем, идем. Я, конечно, сегодня так находилась, но очереди не было. Сдала в ремонт обувь. 5 рублей это стоило за оба ботинка. То есть абсолютно нормальная цена. Говорит, через пару часов буду готова. Ну, я пока, естественно, не иду собирать. Может быть, вечером с Костей сходим, с Сашей, может быть. Вот. Потом я зашла в банк и провалилась там. Такая очередь была. Ой, слушайте, я простояла там, наверное, часа полтора. Правда. Все без масок стоят. Все кучненько-кучненько, как селедки. Я сначала стояла на улице, ждала. То есть, ну, там электронная очередь. Берешь свой талончик и уже идешь. Ну, потом уже зашла внутрь. Ну, что делать? Дела-то делать все равно надо. Потом я зашла в магазин. И получилось, что это обеденное время. И тоже столько народу. Встала в одну кассу. Там стояла какая-то женщина с коляской. Думаю, ай, ну, с коляской как-то она тут будет. Шорхаться с этой коляской. Встану я в другую очередь. И там уже с коляской прошла. Там я стояла в другую очередь. И там оказалась стажерка. Стажерка-пенсионерка. Она такая сидит красная. Волнуется там. Перед теми извиняется. Тормозит. Ну, понятно. Человек только начал работать. Учится. Ничего не получается. В общем, я-то зависла в этой очереди. Уже давно бы вышла. Ну, так я думаю, у многих бывает. Если начинаешь прыгать из кассы в кассу, то ты встанешь именно туда, куда не надо вставать. В общем, пока вышла, так устала. Пришла домой, перекусила. Купила винегрет. Купила этот колдун. Ну, драни картофельное оладьи с мясом. Огромный такой съела. Немножечко тут поработала. И сейчас делаю сырный суп. Готовлю сырный суп. Сейчас вот как бы так раз-раз. И все. И день уже на исходе. Сделала такую зажарку. Лук, морковка. И у меня колбаска такая вареная-копченая. Ну, я не стала покупать специальные эти охотничьи. Они так плохо чистятся. Тут у меня два сырка плавленых. Сейчас надо их разрезать. Тоже такой момент. Ну, и картошка у меня тут уже закипает. Ну, еще добавлю сюда вот такой вот вермишель. В общем, сырный супчик на самом деле очень вкусненький будет. Частенько его делаю. Ну, не то, чтобы частенько. Раньше было почаще. Ну, в общем. Ну, в общем, делается он быстро. Да. На самом деле получается достаточно вкусным. Его все очень любят. И супы иногда надо есть. Ну, по крайней мере, не то, чтобы надо. И не то, что там рекомендуют супы. Там иногда. Ну, хочется. Вот иногда, например, мне хочется съесть суп. Но лишь иногда. Потому что не сильно люблю супы. Вот. Ну, что готовить? Каждый раз думаю, что готовить, что готовить. Саша, не кричи. Котлеты там эти. Там еще чего. Не знаю. Там запеканки всякие. Вот недавно что делали. Да. Запеканку картофельную делала. Тоже вкусно, кстати. Голень куриную в духовке вот делала. Да. Надоело. Вот я начала снимать. Десеныш прибежал откуда-то. Был в другой комнате. Дала ему в руки телефон. Нет, все равно. Увидит, что включается камера. Надо попищать сюда. Поэтому делаю сырный суп. Ладно, сейчас уже мне картошка подкипает. Надо ее слить. Как я не люблю резать этот плавленый сырок. Ну, можно было в морозилку положить. Ай, у меня в холодильнике полежал. Я чисто так побыстрыхе достала. Потому что, честно говоря, то надо делать, это надо делать. И не все успеваю. Ну, в любом случае, будет вкусненько. Ну, такой вот сырный супчик уже готов. Сейчас я сюда насыплю немножечко еще сушеной молотой зелени. И будет вообще красотень. Ну, вот. Зелень насыпала. Теперь накрою крышкой. Постоит. Буквально чуть-чуть можно есть. Хотя я сейчас пока есть не хочу. Ну, в общем, потом. Как оттуда не надо лазить? Сам себе приказы раздает. Не надо оттуда лазить. Не надо. Видишь, мокрый снег. Вылезай уже, весь мокрый. И ноги мокрые. И ноги мокрые. И штаны мокрые. И штаны мокрые. И куртка мокрая. И куртка мокрая. Пойдем? И у папы. И у папы все мокрое. И у мамы. И у Никиты. И у Никиты. А у бабушки нет. А у бабушки нет. А у бабушки нет. Пошли. И пошли. Ой, Саша. Все, догоняй. Я пошла. Мокрый снег идет. Слякотно так на улице. Вообще. Не кричи, Саша. Это вышли мы забрать обувь. И он сегодня пятница работает до пяти. Бумажку повесил. Так вообще-то шести работает, а? Сегодня до пяти. И мы, что называется, подергали закрытую дверь. Что ты в меня снегом кидаешь? Не надо. Вообще. Ну, может быть, завтра заберем. Завтра суббота с десяти до двух работает. Может быть, завтра суббота сходим и заберем. Потом пока что я без ботинок. Пока что как есть. Саша, сзади идет собака. Посмотри. Отойди от этой лужи. Папа пошел домой. Ты иди. Пошли уже. Вот как его домой загнать? Вообще непослушный. Все, никак эти лужи не перерастет. Ни одну не может пропустить. Все, давай уже идем. Уже мокрый весь вообще. Ну, мы, в принципе, все мокрые. В воде. Готовим с Сашей вместе печенье. Он принимает непосредственное участие. Корица и сахаром. С корицей и сахаром, да. Саша мешается. И творогом. И творогом, да. И яйцом. Творог, яйца. Яйца. Масло. Масло. Саша поваренок такой, что вообще. Несуй туда лицо. Несуй туда лицо. Ты все знаешь сам. Так. Ты еще и как? Муку. Дальше добавляем сюда муку. Сначала стакан. Так. 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 Так, не боимся. Та-та-та. Я возьму. Так. Нет. Саша, можно я возьму стакан? Вот я найду стакан. О, видишь, молодец. Стакан. Много стакана. Много не надо. Надо один. Трукан. Один стакан. Один стакан. Один стакан муки. И все будем перемешивать. Потом добавим еще. Саша, не надо лица. Не надо бутерброды. Не надо бутерброды. Никакие бутерброды. Не стал сырный суп. И так. Делаем печенье с нога. Саша, не та есть суп. Саша, не та есть суп. Только творог хорошо вел. Саша, ты отдурил ничего. Одуел? Другой рукой. Саша так отдурил голову, что забыли добавить соду. Соду. Соду чайную ложку. Соду чайную? Так, где у нас ложка-то была? Делок была. Саша, где-то взял ложку делал? Большую, наверное, не доставали. Большую не доставали. Да, я достану ложку. Достану! Нет, не доставали. Нет. Только батарею, только батарею. Я ставлю ее в большую ложку. И все перемешиваем. Перемешиваем? Да, Саша готовит печенье. Саша готовит печенье. Саша любит готовить. Будешь поваром? Скоро. Поваром будешь? Скоро. Скоро будешь поваром? Скоро буду поваром. Будешь готовить еду? Будешь готовить еду? Саша, буду есть и на фе. Почему ты будешь есть и на фе? Нельзя кричать. ты же еду готовишь когда готовишь еду кричать нельзя надо тихонечко разговаривать камера на сашу плохо но вот первая партия печенье готова получается очень много еще практически столько же может чуть меньше духовке вкусненькое печенье из творога в общем что произошло рассказываем шли мы с мамой когда это было пару дней назад магазин и в общем скользко-прискользко было и разговаривали так увлеклись и в результате упал очнулся гипс мама упала и ударилась головой о бордюр но получается потом что задержала немножко падение рукой да ну сама не осознавая того наверное ну как бы инстинктивно сгруппировалась и на руку сама упала и как бы потянула связки головы то есть шеи в шее то есть в какой-то момент за долю секунды до падения поняла что падает и наверно все таки сгруппировалась хотя бы вот но рука болела голова болела пришлось идти сдаваться что называется рассказывать свою ту мать сначала решила что все нормально все обойдется ночью стала болеть рука сильно я просто испугалась мало ли пошла в травмопункт на такси поехала народу конечно зимой там все сидят с руками с очередь два часа на снимок к врачу то быстро два часа на снимок и потом опять к врачу вот интересно просто врач очень долго смотрел на снимки на эти а поскольку это кисти там много костей мелких то снимков было где-то четыре или пять даже локоть там и все на свете он смотрел смотрел я такая говорю так что там есть перелом или нету перелома как такового нет но мы все-таки загипсуем стоять я говорю зачем гипсователи перелом нет может он и есть в приемном пункте но тот роман травмопункт да то есть врач гипс наложен все равно я в общем-то вся была такая недоумение ну ладно поэтому неделю придется походить хотя бы неделю что было потом а что было потом а что было еще что еще какие еще жалобы еще упала и стукнулась головой головой какой-то приехали или на такси значит мы вызываем сейчас не отложку и вас везут в больницу скорой помощи на консультацию к нейрохирургу все серьезно так все серьезно я даже не ожидал еще думала говорить про голову не говорить но даже голова нам нравится было обязательно то что голова на самом деле очень сильно болел и как-то болела по-другому не как обычно ну вот это все было очень слаженно очень быстро меня отвезли туда и там тоже все было очень слаженно очень быстро нейрохирург вышел буквально сразу как меня привезли туда но посылось эти реакции вот это вот глаза глаза и сказал вроде опять же от врач такой дядечка уже возрасте но вроде все нормально а голова болит я говорю болит а вы как блядят я в капюшоне жалко шапка капюшон ну вам повезло ну говорит не знаю делать снимок делать такой стоит делать или нет делать или нет я у нас врачи так я говорю так кто нас врач говорю давайте сделаем давайте сделаем мало ли что ну это рентген собственно говоря черепа пока написано было так интересно прихожу туда еду рентген черепа тетеньки такие не поняла, написано череп, а у вас рука. Так что вам делать? Я говорю, это мне уже сделали. Делайте черепа. Ну тоже там во всех проекциях, что называется. Это череп поснимали. Ну и потом к врачу, и он сказал, что с черепом всё нормально, он не треснул. Но голова будет болеть, и если что, идите потом к нейрологу по месту прописки. В общем-то. Ну прикладывайте лёд. Холод обязательно. Кстати, холод очень помогает. Я затылком ударилась. После того, как я приложу лёд, потом как бы, ну легче становится. Ну болит вот это место ушиба. Болит место ушиба, прежде всего. Но что я хочу сказать. Медицина на уровне, мне понравилось всё как бы бесплатно, быстро. Ну если так можно вообще сказать. Проказание услуг. То есть нигде мне не пришлось ждать, только что на снимок. Ну там все такие сидели. А так всё вот в больнице скорой помощи, всё очень чётко, абсолютно. Всё такое, в общем-то, отношение. А и хочу рассказать сразу попутно. Я гражданка своей страны, слава богу, что называется, с паспортом там и прочее. Но там пришли люди, вот именно пришли туда в регистратуру приёмного покоя. Женщина со сломанной рукой. На неё так вот тоже была, не перебинтованной ничего. И с ней двое сопровождающих. Их не хотят нигде принимать. Она из другого города, да? Да. Они тоже граждане? Я не поняла, если честно. А может и не граждане? Может они граждане? Ну явно, что они не местные жители. То есть они из травмы пришли сюда. В травме их не приняли. Они пришли в скорую помощь, их тоже не приняли. Они ругались, там кричали, что делать. Они ушли. Вот просто жалко было людей. Но вот это говорит о том, что хорошо жить. Инструкции есть, да. Они кричали, что у них есть инструкции. Ничего не могли сделать. В общем-то. Вспомнили такой случай. А ещё когда-то пару лет назад, по-моему. Да, два года назад. В январе мама ходила лечить себе зубы. Платную клинику. Дорогую платную клинику. И что вы думаете, с ней случилось? Чуть не отрезали язык. Мне порезали язык практически пополам. Напополам разрезанный язык. Мне уже поставили пломбы. Слов нормальных нет. И тетенька решила, как она сказала, шлифануть. Молодая. Это на этим диском шлифовочном. Это была такая боль. Просто вообще не веревает. Никто не верит. Никогда язык. Это вообще не надо. Не надо. Ну, короче, это было, конечно, ужасно. Да. Они там сами чуть не... Они сами перепугались очень сильно. Ну, правильно. Если бы ты пошла жаловаться в высшестоящие инстанции, то это был хандец, конечно. Ну, они подхватились. Меня, что называется, под белые рученьки. И тарабанили в государственную клинику, которая, благо, под боком. И там тоже услуги все моментально, все. А, кстати, в этой государственной клинике они решили, что меня в их клинике порезали. Поэтому это дело все быстро, слаженно и без очереди, и без все. А когда я уже потом ходила и лечила этот язык, там вы мне снимали, там эти швы, там... Интересно, язык швы кому-то накладывали. Это вообще... Говорить нельзя, есть, пить нельзя, ничего нельзя. Ну, через трубочку, ну, так вот. И это где-то дни 10, что вы снимали. Антибиотики очень ядреные тоже 10 дней, потому что мало ли что. Так вот, когда они узнали, что меня покалечили в частной клинике, они взяли с меня деньги за лечение. Да? Да, тогда я уже не взяли. Ну, я вспомнила. То есть в конце уже, когда же вы снимали, так где вас, кто вас, какой врач? Я называю фамилию, у нас таких нет. Я говорю, так это не в вашей клинике. Да, тогда гоните ваши денежки. Вы нас извините, конечно, но с меня взяли только за расходные материалы. Ну, там копейки, да? Ну, да, недорого совсем. Ну, то есть бывает и такое. То есть даже в платной клинике могут вам язык отчекрюшить. Да, отчекрюшить. А тут уже что за... Быть внимательным ты не будешь. Ничего ты не сделаешь. Ты сидишь, рот раскроешь и все. Там уже как пойдет. Предполагается на специалиста. Там молодая такая, она как студентка все равно. Я тоже помню, к ней беременная попадала, лечила зуб. Но она очень аккуратная, она очень старалась. Ну, вот она и перестаралась. Она хотела шлифануть. Чистовая, так сказать, обработка. Лучше бы она этого не сделала. Так что бывает и такое. Так что, да, вот такие у нас приключения. Юнарские. Юнарские. Юнарские.